Можно вопрос? Олег Григорьевич, я не вижу, кто? По своей деятельности я зачастую нахожусь в ситуации у человека, который является стрелочником. Тем тем, кто? Стрелочником, которого идет обидно со всех сторон. По этой деятельности. И это облигается, естественно, мой партнер. Я не понимаю, что вы делаете, честно с ним. Я сберегаю процесс декабря для людей. Это, наверное, на любые виды образы. Ну, нормально, доброе дело делать. Да, доброе дело. А то вы себя так охарактеризовали, доброе, чужое дело. Ну, и это очень связано с финансовыми, естественно, расходами, потому что ни одна страна не хочет платить. Хорошо, спасибо. И, естественно, идет агрессия. Если я стараюсь держать золотую сеть, я дипломатику, либо с твоей стороны недовольна, либо с твоей стороны заказчиков пойдет. А они все очень конкретно идут, потому что обращение будет по счастью. И вот выдержать порой эту пересеку непросто. Это что, карма, либо губ, либо выборной? Потому что порой хочется все бросить и выиграть. Знаете, иногда злые планы. У каждого человека в судьбе, вот, если брать как шар, весь сектор нашей жизни, то всегда в каком-то одной зоне судьбы находится беспредел. У кого-то в зоне здоровья, у кого-то в зоне работы. Вот у меня в зоне личной жизни беспредел. В остальном все классно. В зоне личной жизни беспредел. Так прямо отмечено в пересеку и санго рождения. Поэтому родители ругались. И потом мне нужно было много-много сил приложить, для того, чтобы понять, как правильно себя стешили. И результат возможен. Я понял, что результат возможен. Что есть возможность жить счастью. Даже когда в зоне, в какой-то зоне вашего труда находится этот беспредел. Это сто процентов, я это вижу просто. Продиагностировал вас. Есть. Это сангорождение у вас. Какая судьба. Там находится отработка вашей судьбы. Там находится то, куда вы должны вкладывать много душевной силы. И это означает сначала принять эту ситуацию. Принять, что с тобой так себя будут вести. И есть два способа, что делать. Или не общаться, отстраняться от человека. Или объяснять ему, как правильно. В зависимости от того, как он настроит. Но если вы не выберете правильную позицию, вы пострадаете. Вы должны сначала дать человеку поговорить, высказаться, чтобы понять, что делать. И у вас только два варианта. Первый вариант. С ним строить очень спокойные деловые отношения и подальше от него. Второй вариант. Объяснить, что он неправ, ведет себя неправильно. И поставить его на место. Все зависит от того, что будет в его глазах. Если в его глазах будет благожелательное негодование, тогда вы можете ему объяснить. А если в его глазах будет жестокое негодование, тогда нужно с ним очень твердую позицию на дистанцию держать. Но если вы будете тоже негодование проявлять в ответ, то начнется фразильский телесериал о Гасселине. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вот вы говорите, гнев, да? То есть необходимо его сдерживать. А если так получается, что ну как бы сдерживая... Его никак невозможно сдержать вообще. Это был там. Веда объясняет, что когда гнев пошел, даже сиски люди не могут его сдерживать. Никто не может сдерживать гнев. Гнев надо не сдерживать. Надо бежать от него. Один вариант. И не допускать его. Второй вариант. Это чувствует, что сейчас пойдет. В этот момент надо расстаться с объектом гнева. То есть не получается ли там, что вы как бы уходишь от гнева, уходишь, а потом происходит так, что гнев... Вырывается. Да, вырывается. А это значит, что вы не работаете над собой, у вас нет внутренней жизни. Если у вас гнев на подходе, то сколько бы вы от него не уходили, он все равно потом вырвется. Это значит, что вам не хватает молитв в жизни. Почему гнев на подходе? Потому что энергия неудовлетворенности сожрала вашу сущность. Она побеждается с помощью контакта со святостью. Надо садиться и молиться. Чувствует все уже, как-то зашкаливает. Хочется всех порвать. Надо просто молиться, прощать, прощать прощение. То есть внутренней жизнью уделять больше времени. Если у нас зубы изо рта воняют, мы должны два варианта. Или повыдергивать все зубы, первый вариант. Или второй вариант, не обращать на это внимания. Какой вариант вы выбираете? Почистить зубы, да? Третий. Вот так почистите свое сердце точно так же. Вы меня спрашиваете, а не геннадий, что делать? Или мне всех покоцать? Или... Теперь до последнего. Надо сесть и почистить сердце. Когда оно воняет, надо ее почистить так же, как зубы вычистить. Надо учиться чистить сердце. Зубы тоже чистить некоторые не любят. Некогда. Зубы воняют, потом будет невозможность человеку. А надо учиться и ему сказать, слушай, то зубы чистишь. Ту, когда можно сказать, не зубы, то что зубы чистишь, то почему? Ты же верь, да? Так, я не знаю.